Молнии и грозы Электрические разряды, которые атаковали наш край до середины лета, не натворили бед. А после 20 июля природные явления унесли жизни двух человек. В Бийске 37-летний мужчина, электрик по специальности, в дождливую погоду подключал электрический кабель, копори и электросети. Он получил удар током, упал с 5-метрового столба и умер. А в Павловском районе 33-летняя женщина погибла, когда косила триммером траву. В это время на улице шел дождь, и она получила удар током. По обоим фактам Следственный комитет проводит проверку. Сейчас в Алтайском крае установилась солнечная погода, но дожди и грозы еще будут. Не забывайте о мерах собственной безопасности. И не будьте самоуверенными. Переходим к другой теме. Алтайский край, как и всю Россию, мошенники закидали смс-ками с вирусами. Казалось бы, давно известная схема. Но раньше такие сообщения были безликими, а сейчас в них содержится имя того человека, кому пришло смс. Мне, к примеру, два раза за неделю пришло подобное смс. В одном сообщении меня назвали Гала, в другом Галя Ю. Но в обоих предлагалось перейти по ссылке, чтобы посмотреть фото. Я смски удалила. Ссылка заражена вирусом, который проникает в телефон и открывает доступ злоумышленникам к банковской карте. А еще к контактам, сохраненным в записной книге аппарата. Отсюда и берут кибермошенники имена будущих жертв, которым потом и рассылают зараженные сообщения. Именно из-за обращения по имени многие пострадавшие не почувствовали опасности, когда открывали ссылку. Только мобильные устройства на операционной системе Android подвержены. То есть мне приходила, у меня, например, операционная система Windows на сотовом телефоне, айфоны не подвержены. Что надо сделать? Во-первых, удалить сразу эту ссылку, это смс-сообщение. Плюс к этому скачать хорошую антивирусную программу и почистить сотовый телефон. Ну, как вариант, можно скинуть настройки до заводских. Официально в нашем регионе около ста пострадавших от именных вирусных сообщений. Сумма ущерба около миллиона рублей. Но обе эти цифры, пожалуй, стоит умножить минимум на три, ведь не все пострадавшие обращаются в полицию. Мошенники орудуют не только в виртуальном интернет-пространстве. Они по-прежнему не стесняются проявлять себя и в реальности. В Барнауле вновь объявились обманщицы, которые примечают пенсионеров и под разными предлогами проникают к ним в дом. Я как, ну, из ума вроде, или загипнозировали меня, или что. Я говорю, ну, заходите, я говорю, лечите. Я думаю, как они будут лечить? Догоняет меня эта старая женщина. И говорит, а я сейчас только от вас. Я говорю, да я вас не знаю даже. Как ты не знаешь, собеса не знаешь, я с этой планы. Одну бабушку женщины обещали вылечить. Вместо этого сняли с пенсионерки золотую цепочку и серьги. Все ее сбережения заменили на билеты банка приколов. А другой рассказали о денежной реформе, которая якобы грядет. И тоже совершили подмену настоящих денег на сувенирную продукцию. Всего у обеих бабушек мошенницы похитили 190 тысяч рублей. Преступления, как правило, совершаются лицами, которые приезжают на территорию Алтайского края. Конечно же, по мошенникам тюрьма плачет. Но всем известно, что и из-за колючей проволоки преступники умудряются обманывать людей, завладевая их деньгами. Откуда же берутся у заключенных средства связи? Ведь по правилам в зону даже сотрудники системы исполнения наказания заходят без сотовых телефонов. Да, бывают продажные надзиратели. Но и люди с воли помогают зэкам. Как, например, случилось в барнаульской колонии строгого режима на Коите. Житель Новосибирска приехал в колонию номер 3 на Газели и привез продукты. Но при досмотре автомобиля охранники нашли в кабине 12 флэш-карт, 2 симки, фотоаппарат, навигатор, сотовый телефон с зарядным устройством, две пары наушников, газовый пистолет и спиртосодержащую жидкость. Кому именно он хотел все это передать, мужчина не рассказал. Но, несмотря на это, наказание ему не удалось избежать. О наиболее заметных ЧП, которые попали в полицейскую сводку, расскажут сотрудники пресс-службы. В Рубцовске полиция разыскивает мужчину, который похитил обувь из магазина. Взамен подозреваемый оставил свою старую поношенную. Старые кроссовки обнаружила уборщица. Для стражей порядка это отличная улика. С обувью был взят запаховый след. Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения. Своими действиями подозреваемый нанес ущерб торговой точке в размере нескольких сотен рублей. Этого недостаточно для возбуждения уголовного дела. Однако административное дело производства заведено. В селе Шипунова автомобиль Toyota Corolla на большой скорости въехал в дом. Перед тем, как врезаться в жилое помещение, машина снесла забор и хозяйственную постройку. По определительным данным, водитель 1987 года рождения находился за рулем в состоянии опьянения. С телесными повреждениями он был доставлен в больницу. Кроме водителя в салоне был еще и пассажир, который, к счастью, не пострадал. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка. Наглость этого подозреваемого можно только удивляться. В Рубцовске мужчина забрался на приусадебную территорию. Вначале злоумышленник собрал с огорода картошку, лук и морковь. Затем подозреваемый проник в баню, где взял инструменты и металл. Всего этого мужчине оказалось мало. Он попытался проникнуть в жилой дом. Окружающие услышали звуки бьющегося стекла и прибежали на шум. 43-летний гражданин спрятался в погребе. Там его и закрыли до приезда полиции бдительные соседи. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Спасибо, коллеги. А на этом наш выпуск завершен. Берегите себя и своих близких. Увидимся через неделю.